Почти 10 лет назад всех поразила история о мальчике, который с 11 лет заботится о своей маме с инвалидностью. Вы, наверное, помните, как его зовут. Это Игорь Трудников и его мама из поселка Воробьевка. Из-за болезней женщина потеряла зрение и обе ноги. Жили мама и сын, прямо скажем, в деревне, хоть это и называлось поселком, без всяких удобств. И все были поражены, как маленький мальчик каждый день спасает своей маме жизнь в жутких условиях. Фотографии Игоря облетели весь интернет. Люди смотрели и думали, как это необычно, мальчик просто герой, это настоящий подвиг. Но не особо задумывались, что на самом деле происходит в душе Игоря. Люди не ставили себя на его место, а Игорь тем временем рос и продолжал свой ежедневный подвиг. Вот ему 16 лет и он несет маму на руках. Еще старше и снова та же картина. Редкие статьи, крохи информации, никто толком не знал, что же было потом с мальчиком-героем. Ну, понятно, он вырос, каким он стал. Мы это узнали. И скажу прямо, меня поразило, что переживает Игорь, которому сейчас 23 года. Так, подожди, мам, давай я колесики направлю ровно, а то мы опять не съедем. Так. Так, ты заперела, держись, чтобы не покатилась. Так, тихо, тихо, тихо. Есть, попали. На этом видео Игорю 14 лет. Он уже привычно собрал маму на прогулку. Ловко управляется с тяжелой коляской. За три года научился многому. Все это время мальчик практически в одиночку ухаживал за мамой. А вот как Игорь и мама живут сегодня. Все в том же селе Воробьевка. Правда, уже в другом доме. Но для начала напомню подробности их истории. О той, которой люди узнали из ток-шоу почти 10 лет назад. Жили мама и сын вдвоем в старом ветхом общежитии. В комнате, которую семья когда-то получила от колхоза. Что это за место? Что там были за условия? Как вы жили конкретно? Отопление было печное. Водоснабжения не было. Была колонка на улице. Если зимой, было посложнее. Потому что нужно было встать раньше, чем не нужно идти в школу. Растопить печь, прогреть. Перед выходом прям сильно натопить, чтобы до момента, когда я приду, маме все это время было тепло. Просыпается. Вот мне надо кушать, потому что долго. Мне надо приготовить что-то, чтобы она обедала. Потом уже без меня. Принесет мне. Я здесь вот позавтраку и поставлюсь, чтобы мне потом перекусить. И вот уходит в школу. Каждая перемена, это он мне звонит. Звонит, как там дела? Как вот, что? Говорит, да нормально, лежу-сижу. Игорь был в четвертом классе, когда Светлане ампутировали обе ноги. Последствия сахарного диабета. Кроме того, женщина начала быстро терять зрение. Позвонили брату, а брат передал мне, что маме ампутировали ногу. Сначала же первую, а через месяц-два вторую. Что было потом? Ну вот если вашими глазами смотреть. Ну, было страшно. Обрабатывали швы. Когда ее привезли из больницы, от меня скрывали. Мы сначала в больницу приехали к ней навестить. Вот. Прикрывали, скрывали. Не показывали. Постоянно под одеялом. А потом, когда привезли домой, меня с комнаты постоянно тоже выгоняли, когда обрабатывали швы. Не, ну ты возьмись за них на всякий случай, держи их. Если чё, притормозишь. Денег тоже было немного. Пенсию вроде бы еще тогда оформляли. А возможно уже оформили. Но дров, я помню, что дров не было. Где вы их брали? Топил оградками своими. Приходилось рушить, что не так уж и важно. Заборы, оградки. Так, значит, печь топили так. Воду вы носили, вы носили ведрами из колонки? Да. А, пардон за выражение, туалет где был? Туалет у меня был на улице, у мамы утка. А вы ее выносили? Да. В 11 лет? Да. Это представляло проблему или вы сразу как-то это приняли? Нет, я как-то быстро принял. Мне было даже интересно, я думаю. Я не помню, чтобы у меня прям было отвратительное ощущение какое-то. Я как-то сразу вжился. Ой. Вставай. Где? Вставай, вставай, вставай. Все, стоишь на ногах. Меня нет за что взяться. Когда мы идем? Когда мы идем? Возьми, не меня. Все. А мыться как было можно в этом общежитии? Что там было? Ну, вот меня просто интересуют гигиенические условия. Ведра. Тазы. А мама сама мылась или ей нужна была помощь? Мама сама. На тот момент сама. Так, а стирка? Стирка. Стирка. Забирала сестра. У них там в Никольском была стиральная машина. Что-то я руками, что-то сестра, что посложнее забирала. А потом мама с пенсии по чуть-чуть, по чуть-чуть скопила на машинку. И к этому времени нам уже помогло государство. И нам провели воду и газ. Подышать свежим воздухом для нее оказалось неразрешимой проблемой. Пока на помощь не пришли односельчане. За два месяца у Трубниковых появилось новое крыльцо с пандусами-перилами. И даже с площадкой для отдыха. Теперь Игорь сам может вывезти маму во двор. Деньги на новое крыльцо для Трубниковых собирали всем миром. А разработали чертежи и конструкцию будущего сооружения трое жителей Воробьевки. Сами строгали, пилили и устанавливали на бетон. Глядя на это, местные власти тоже не остались в стороне. Помогли провести в дом Светлане газ и воду. Сделать канализацию. Это мамины сестры. Писали, просили, чтобы нам помогли. Вот нам помогли. И туалет появился, и душевая кабина, и отопление. Мамины сестры, а сколько у нее сестер? Две. Можно везде меня? Поехали. Походили. Прогуляемся пока, посмотрим. Прогуляемся. Я говорю, прогуляемся с вами. Давай я снесу. Ваши 11 лет. Вы остаетесь с мамой один на один. При том, что у вас... Я в статьях все время вижу упоминания. Дедушка, бабушка, брат, родная сестра, тетя. То есть какая-то немаленькая семья. Как получилось, что вы остались вдвоем? Как-то... Как-то... Не знаю. Лучше нам вместе. И мне только с ней комфортно, и маме. Он мои глаза, он мои ноги теперь. В первую очередь, конечно, когда надо вот едем. Он меня же куда надо везет. И дома. Боюсь, чтобы нас с Игорьком не разлучили, чтобы его не собрали в интернат. Если просить у кого-то другого помощи, у нее есть ощущение, как будто бы она абуза. А со мной такого нет. А почему она вам не абуза? Ну, с ее точки зрения. Как так? Потому что с детства, я думаю, поэтому. Потому что я практически вырос с этим. Я ее практически здорово и не помню. Ты помнишь маму на ногах? Ну да, помню. У нас же есть очень короткое видео, где твоя мама танцует на свадьбе у вашего родственника. Когда это было? Ты помнишь, нет? Нет. На свадьбе. На свадьбе. Падрюшке. Света, а вы помните это вы в красном таком... Платье? Платье, да. Это на свадьбе. Я помню красное. Это на свадьбе красное платье, я помню. Старшая сестра Игоря, Ксения. К этому моменту уже вышла замуж, родила двоих детей и жила отдельно. Логично почему-то так представить, что имея сына и дочь, скорее всего, что женщина в сложном физическом состоянии окажется на попечении дочери, а не сына. Почему у вас наоборот получилось? Я в год жила в Ксюшке, мы жили с ним, с Игорьком. Просто их комната, детская комната и кухня. И просто вот вон. И здесь я дома. И получилось так, что мы стали с ним вдвоем, с этой ситуацией. Как так получилось-то? Он привык. Он может. Он... И за мной выносил, когда не было протеза, извините меня. Но потом я уже на коленках стала заходить. Вы, наверное, заметили, как изменилась за это время речь Светланы. Она говорит с некоторым трудом. Это последствия новых проблем со здоровьем. Про это поговорим позже. Не будем забегать вперед. Итак, после нашумевшего ток-шоу и громких публикаций, жизнь семьи кардинально изменилась. Семья Трубниковых из Воробьевки готовится к новоселью. Сегодня матери с сыном Елена Ростропович, представитель благотворительного фонда Ростроповича, вручила ключи от нового жилья. Именно ее благотворительный фонд взял шефство над женщиной-инвалидом, за который ухаживает сын-подросток. В прошлом году, благодаря вмешательству СМИ, эта история стала известна всей России. Семье стали оказывать помощь люди из разных уголков страны. Помогали деньгами, вещами, техникой. Благотворительный фонд Ростроповича оплатил Светлане с Игорем поездку в Германию, где незрячие женщины сделали операцию, а также в одной из клиник подобрали протезы для ног. А недавно Светлана с Игорем узнали, что неизвестный благотворитель купил им двухкомнатную квартиру в Бутурлиновской новостройке. Но, как стало известно, квартира доставилась безвозмездно, благодаря вмешательству губернатора области. Переехать на постоянное место жительства в Бутурлиновку семья планирует этим летом. По словам Игоря, надо закончить школу. Но на этом связь фонда Елена Ростропович с Трубниковыми не заканчивается летом, а они вновь планируют отправить мать с сыном в Германию. Для меня, конечно, это кажется все необъятным, все такое большое, потому что у нас, вы видели, какая у нас комнатка, все как бы я вытянула руку, достаточно было, чтобы я ощутила стенку. Здесь, конечно, все это, мне кажется, такое большое, просторное, шикарное. Так что для нас с Игорем это будет вообще прекрасно и хорошо. Спасибо большое всем, кто по окнам, кто откинул бусы на вашу такую виду. Большое всем спасибо. В какой момент появилась девушка Александра? Откуда она взялась? Я пришел с Армией, ко мне должна была зайти подруга, это было ночью. Она мне написала, что она подошла, я выхожу, а она говорит, а это Саша, а я никого не вижу. Темно было очень сильно, не было даже луны. Я поворачиваюсь, никого не вижу, ну, протянул руку, поздоровался. И мы очень долго стояли, разговаривали, постепенно начало светлеть. Я увидел ее, и все. Влюбился сразу. Для меня это тоже неожиданный поворот был. Просто я вообще жила в Воронеже с родителями, а здесь у меня бабушка. И я приехала на каникулы, получается. И вот мы встретились. А ты достанешь, где я. А где? Вон. Ну, вот, тоже ты, пожалуйста. Полотенчик включил. Возвращаемся. Он старше меня. на, это получается, 4 года. Тогда мне казалось, что это очень большая разница. Я его боялась и думала, что это вообще какой-то дядя. Вам 19? Да. Погодите, так вы вместе с 15? Ну, с 16. Ну, потом мы заобщались, поняли, что, в принципе, разница неощутима. Гуляли почти каждый день. Дальше было игнорирование, потому что она младше, я постарше. Она меня боялась. Потом была симпатия к другому немного. Ну, и тут я обиделся и решил, что я больше вообще ни с кем выходить не буду. Буду сидеть с мамой тогда. Потом они там вытянули меня всё-таки. Ну, и закрутил, и закрутилась. В прошлом году поступила в Москву, и получается, что всё время мы на расстоянии. Мне приходится приезжать к нему, чтобы увидеться. А вообще, ну, в каком-то смысле Игорь телезвезда же, ну, по крайней мере, в прошлом. То есть, он его снимали-обснимали. То есть, мне понадобится... Вы не знали? Я только потом об этом узнала. Я не знала, что у его мамы там какие-то проблемы. Я знала, что она только не видит. Саша, а почему вы с ним остаётесь? Ведь он живёт в очень непростых, мягко говоря, условиях. Давайте на чистоту. То есть, он живёт сложной очень жизнью, очень несвободной. Ну, понятно, что это геройство самоотверженности. Вообще, можно памятник человеку поставить. Но на уровне просто личного выбора, мне кажется, с человеком, который сам себе не принадлежит, немного сложно существовать. Не поймите мой вопрос как провокацию. Я хочу узнать, что вы думаете. Было, конечно, очень сложно. Не знаю, нам как-то хорошо вместе. Я не могу не приезжать. Вот и приехали. В парк? Да. Рябины красивые. Рябины? Угу. А вот их насажали. Я бы себе насажал. Слобода-воробьёвка раскинулась вольно. Ну вот, нога, видишь? Да, выезжу. Говори, что ты там. Воробьёвка, село небольшое, пораскинулась в пойме реки. В нём прошло моё детство босое. Век прожили мои старики. Вы ходите куда-нибудь? Очень редко. Несколько раз были в кино в соседнем городе. Раза, наверное, три. На море ездили вместе. Нас возили родственники с обеих сторон. На какое море? Гагру. А с кем была мама? Мама в это время лежала в больнице. Нас звали на следующий год, но мы уже не поехали, потому что мама... Мне очень хочется свозить маму, но мама, она после облучения, и она очень боится ехать на море. Облучение, это в рамках лечения опухоли? Да. Судя по всему, это не сработало? Нет, нет, нет. Это у неё была опухоль по-женски. А, это другая? Злокачественная, да. Так, ладно. Значит, что мы можем предложить Саше? Прогулки по Воробьёвке, кино и гагры. Что ещё вы можете предложить девушке, как молодой человек, который влюблён? На самом деле, очень мало. Очень мало. Дома, мы постоянно дома. Мне, конечно, хочется как-нибудь побаловать, порадовать, но нет такой возможности. Я вот поработаю под Колымлю, могу что-то позволить, цветок ей подарить. А так, очень, конечно, неполноценное ощущение себя. И Саша при этом никуда от вас не уходит, да? Да. А почему вообще вы с ним остаётесь? Хороший вопрос. Просто потому что мы любим друг друга, видимо. А у вас серьёзные намерения относительно Игоря, или вы ещё не знаете? Думаю, да. Уже четвёртый год идёт. Наверное, не просто так. Игорю предстоит сейчас, после большого перерыва, вспомнить, каково это – учиться. Он хочет закончить онлайн-курсы и после этого дистанционно работать фрилансером. Чтобы самому решать, когда он в течение дня занят, а когда свободен. Фрилансер – это человек, который не зависит от офиса, рабочей пятидневки. Он может работать абсолютно из любого места, где есть интернет и компьютер. И если вы хотите себя попробовать во фрилансе, как раз сейчас будет проходить мастер-класс на эту тему. Он бесплатный и даже гарантирует трудоустройство. Проводит его Мария Лебедева. Сейчас расскажу вам немного про Марию. Она сама начинала с нуля и сейчас известный эксперт в онлайн-образовании. Мария работала с сотнями онлайн-школ и помогла им развиться. Цель Марии как раз не просто обучить людей, а помочь им трудоустроиться, найти заказы. Более тысячи её учеников уже нашли работу. Рынок онлайн-образования растёт с каждым годом. И в этом бизнесе задействовано много людей и много денег. Поэтому те, кто организовывает и настраивает новые онлайн-школы, буквально на вес золота. Итак, вместе с Марией вы сможете закрыть долги, если они у вас есть, работать удалённо в комфортное для вас время. Это даст вам возможность освоить профессию, где конкуренция сейчас в разы ниже, чем в других специальностях IT, чем у SMM, таргетологов, копирайтеров и так далее. А вакансий пока больше, чем специалистов. Итак, регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс по ссылке в описании к этому видео. Можно в конце концов просто попробовать понять, это ваше или это не ваше. Всех учеников ждёт чек-лист по быстрому старту на удалёнке. А вы планировали пожениться? Мы об этом говорили. Пока что в раздумьях, потому что всё сложно. Мы живём как бы постоянно в разных городах и непонятно, что вообще будет. Сложно вообще представить будущее. Поэтому страшно немного идти на такой шаг. Это в Германии. Там, где я тебе лаванду принёс. Сашей передавай. Помнишь? У меня холодно. Твой любимый массажист. Помнишь? Который спал. Который тебе массажирует в культе и спит. Полчаса им там на работе. Он приходит, только начинает массажировать. И, слышишь, руки у него эти. Сатя меня толкает. Спит уже. А, дернусь. Он опять начинает вроде термсета. Можно так вот предположить, что вы планируете быть с Сашей вместе и дальше? Вы собираетесь пожениться? Или так вопрос не стоит пока? Хотелось бы, конечно. Но пока не приходится об этом думать. Вы с Сашей не предполагаете разделить заботу о маме? Нет. Вот что с этим? Очень сложно ответить. У неё учёба. Ей нужно расти. У неё только всё начинается. Слушайте, вы так говорите, что у вас уже всё закончилось, как будто. Игорь. У неё ещё только всё начинается. Вам как будто 200 лет, у вас уже всё закончилось. Таким тоном вы говорите. Нет, просто я уже... Уже, как бы, не всё могу. И не хотелось бы, конечно, на неё это возлагать. Потому что мне она мама. И это мой долг. Не хотелось бы на неё возлагать какую-то ответственность. Но, тем не менее, что-то она с вами разделяет. Ну, я не знаю. Готовку. Готовку, уборку. Готовит, убирает. Посидит, если мне куда-то нужно. По поводу документов, ещё куда-нибудь. Она посидит с мамой. Недавно Светлана завела разговор с Игорем о том, чтобы поместить её в дом престарелых. Объяснила, что не хочет мешать сыну строить свою жизнь. Ему хочется своё что-то создать, пожить, на квартире, там где-где. Она учится. Конечно, я понимаю. Я говорила у нас в Горублёвке в марте месяца престарелый. Вот бы туда мне престарелый, я бы там была потихоньку. А в тебе свою жизнь. И Ксюха, и ты свою жизнь налаживали. А он что говорит? Да он, наверное, замучился. Наверное, уже согласен. А почему ты раньше не хотела её никогда ставить? Я тебе когда-то ставил... Она держалась, а сейчас левая ясная нога, она не сдерживается. Поэтому он соскальзывает здесь все. А там надо баром мне. Это машина полаумана. И баром мне нельзя нарвать. Скажите, Игорь, а вот Света сейчас упоминала, что она вам предлагала жениться, а чтобы вы её определили в дом престарелых. И она сказала, что вы, в общем, согласны с этой идеей, как она думает. Как вы это прокомментируете? Нет, не согласен. И родственникам тоже не согласен. Родственникам я бы был согласен, если бы не было таких попыток. Вот меня когда в армию забрали, она ни с кем так и не смогла жить. Она вернулась и жила сама. Поэтому я не знаю, как быть. Постоянно засыпаюсь об этом, думаю, просыпаюсь тоже. Для него на первом месте всегда семья. Много думает о маме, заботится о ней сильно, переживает. Он покрикивает, конечно, ему надоедает то, что тяжело это всё. Но на самом деле, даже если он кричит, что хочет уехать, что ему это надоело, он не сможет просто. Сейчас я буду собереться в Москву, и я буду на него кричать и разрешать. Скажи. Что ты бросаешь, мама? Да, Саша? Наверное, так хочу учить, а. Так я сейчас выдам. Саша, Саша. В общем, я и добрее так язык заразботаю. Саша. Мне надо было больше. Так, ну и как у вас отношения складываются, если в общих чертах? Хорошие. Хорошая девочка. Не кричит. До меня, главное. Не рвает. Хорошая. Но я иногда по своей болезни лечу-ничего, а потом у меня какие-то эти, бывает, спресски. Но я на него нет, не кричу, я на него. Она, беда, молчит. Ваши родители одобряют Игоря? Я не знаю, можешь так вопрос поставить? Они пока не очень понимают, что происходит. Они задают такие же вопросы примерно, как и вы. Ну, у себя в голове. Ну, как бы, принимают, понимают, что это моя жизнь. А что с вами происходило с момента последнего интервью? Сколько вообще лет прошло, когда вас снимали последний раз? Это же было, наверное, когда вам подарили квартиру, да? Я так думаю. Да. А что потом происходило? Потом происходило... Сына забрали в армию. Потом мы продали там квартиру, в деревне у нас купили. И Олег пришел с армии, и вот теперь опять со мной возится, как можно сказать. Света, а сколько вам лет? Можно такой вопрос задать? Попробую задать. 55? Да. А вдруг води? Ой, грязная. А другая? Может, полоток? Ну, там это полоток. А где? Полоток там в скафу у меня, внизу, возле твоей комнаты. Там это. Под полотенцев. Тоненький только, бери. И покосили чуть-чуть. Не вижу, мам. И орек. Так, возит тучик. Нашел, нашел. Сегодня мама и сын продолжают жить вдвоем. Иногда к Игорю приезжает его девушка Саша. Навещают родные, их немало. Но главным человеком для Светланы остается Игорь, как и в прошлом, в его 11 лет. Игорь, а каким был ваш день в эти 11 лет в общежитии? Вы можете вспомнить? Если летом, то просыпался, готовил, если нужно, кормил маму. Посуда, уборка. Мама тогда очень сильно помогала. Сейчас она не может. А вот раньше она могла, допустим, пока я в школе, она могла почистить картофель. А я прихожу, проверяю, как она там почистила, удаляю лишнее, нарезаю. Она мне помогала сильно. Посуду мыла, полы могла помыть. И готовила мне только картошку. Надо было почистить. А я готовила сама. И полы мыла. Ну, сейчас только посуду могу. Потихоньку помой. Жареная маме нельзя. Я буду чуть-чуть жарить. Пять минут. Ну, а давайте попробуем сейчас, вот в 2023 году, описать ваш распорядок дня. Ну, в основном, всё так же, как и было, когда я был маленький. Только добавилась ещё, может быть, проблема с туалетом, может быть, проблема у неё. Извините, может, не успевать. И очень стало сложно. С туалетом, может быть, проблема. Проблема с приступами появилась ещё в моей жизни. То, что я научился делать уколы внутримышечно. Ну, в основном, как и было, появилось не очень много с того времени. Ну, чё я сама разогреть могу? Ну, приготовить, конечно, я не приготовлю. Я же сама хожу. Ну, извините меня, в туалет обслуживаю. После операции на глаза, которую сделали в Германии, зрение на короткое время немного улучшилось. Но сейчас Светлана снова не видит. И редко передвигается без коляски. Только если по дому. Хожу только в этот коридорчик, выйду, погуляю сама. На кухню выйду. Чё там это... Игорёк приготовит, а я просто достала микроновки, разгорела. Хожу, хожу. Но, правда, уже пострепались. Это когда нам в Германии делали. Есть ещё часто встречающие фотографии, где вы носите маму на руках. Это куда и для чего? Это когда она не сможет пройти сама. Это могут быть ступеньки, гололёд, грязь. На протезах она ходит в общественных местах или сейчас нет? Сейчас очень-очень мало. Потому что их нужно постоянно подстраивать. Их, ну, меняется. Даже вес меняется у человека. Там постоянно надо регулировать чаши. Как минимум раз в год. Давно это очень всё не делалось. Очень тяжело. Сейчас она таскает правую ногу. Таскает за собой она. У неё постоянно зацепляется. Раньше было лучше. Она ходила. Сейчас она плохо ходит. Ну, она передвигается на протезах. Но это очень маленькие промежутки. До машины, до коляски. Такие небольшие. Но если ей сложно идти, тогда я её несу. В Германии делали два раза нас возили протезы, протезирование, коляску. Но это было 10 лет назад. Тоже всё разносилось. И сейчас вон всё творится. Мы просили это знакомых. Остались на устал. И вот они нам за свой счёт. Сослили твои денежки, высылали. Сослили твои денежки, высылали. Сослили твои денежки, высылали. Эти вообще разносились так. Не спеши. Собирались ремонтировать. Я говорю, что началось. Ну, поймёшь. Стараюсь ходить только в крайних случаях, а так на коленках, берегу. Они, конечно, одни пальчики у меня на правой ноге. Совсем боюсь, что оторвутся. Один поломался. Ну, я так хожу, если куда-то мне надо, так. А так я на коленках. К прежним проблемам прибавились новые болезни. Врачи обнаружили опухоль в голове, из-за чего у Светланы проблемы с речью и почти не работает правая рука. А ещё на этом фоне начались панические атаки. А это ухо болею в височной, левой стороны. Вот она давит мне, ну, руку. И она сначала потихонечку начинала меня, а потом всё больше и больше. И сейчас я вообще правой рукой ничего не могу сделать. И вот приступы эти. Когда приступ, мне надо делать укол. Днём-то я могу соседку позвать, а вот ночью. Так что вот у нас и проблема. Он хочет ехать куда-то, ему надо работать или учиться когда-то куда-то. А у нас вот проблема. Вот так я не поднимусь. Держи. Давай. Ты, ну ты правильно обываешь. А как? Ты вот эти отдельно одеваешь. Не вместе. Ладно. Я отдельно надеваю. Не отдельно. Ты их так и продирала. Видишь как разодраны. Варья! Дед. Что же в сердце? Держи. Готова? Эй, ты. Что? Стой. А как вы в школе учились? До четвертого класса хорошо, ну не то что вы прям отличник, но очень мало четверок было. А потом как раз в марте нас забрали, это была середина учебного года. Я все это время не учился, потому что мы не переводились в самарскую школу, потому что не знали насколько это все, и так получилось, что я большую часть года учебного не учился. Ну и вот после этого как-то немножко посыпалась учеба, потом я немножко подсобрался, когда мы жили у сестры. Ну вообще у меня сначала по математике, у меня по математике, геометрии были пятерки и четверки, а потом я скатился как-то. Учителя Игоря рассказывали, что даже во время уроков мальчик беспокоился о маме. Всегда ей звонил, а если она не брала трубку, то отпрашивался с занятий и бежал домой. Помочь, подтянуть, так вот, в учебе. Сейчас эта четверть вообще прекрасно прошла. День рождения недавно отметили. Ну дома, дома, чуть-чуть осталось. Нет, и варю, в столовой накрыли, сервера варят. У вас есть среднее образование? Девять классов. То есть вот если бы не было необходимости, ну, как бы все время заботиться о маме, вы бы пошли учиться дальше? Или это ваш осознанный выбор? На самом деле, я думаю, что я бы учился. На кого? Чему? Ну, я даже не выбирал. Я вот, когда заканчивал школу, я даже не выбирал, на кого учиться. Я не думал об этом. Потому что я не представлял, как это будет дальше, как я буду уходить. Это уже дольше, чем школа, это уже ответственней. Со школы можно с урока отпроситься, а там уже все серьезней. И я даже, ну, я думал, я хотел на врача. Долго хотел на врача, хотел на повара, хотел на врача учиться. Да, но как-то в итоге не получилось. Да, я хочу, хотел на повара-кондитера, а сейчас уже передумал. Хочу на простого повара. А почему? Ну, не знаю. Это, ну, мало, когда найдешь, найти работу вот так вот в кафе или в ресторане. А так большинство там, ну, на заводах. Вот так вот. А мне вот хочется, не знаю почему, в ресторане. На что вы живете сейчас? Вы и Света. На что вы живете? На мамину пенсию. Сколько? 25. И мои колымы. Что за колымы? Подработки покосить, кто-то может что-то разрушить, снести забор, там, постройку, разобрать крышу. Набегает сколько? Этого колыма? По-разному. Ну, 5, 10, 15. Где-то так. Мне кажется, это очень мало. Очень мало, да. Ну, как на одну пенсию. Он же не работает, уже за мной. И как, ну, летом к сену покосит кому, какой-то анномарчик. А так, на мою пенсию. Мы же думали, что поедет, может, на работу как-нибудь. Но здесь соцработник даже, это много денег надо. Он же не будет просто так сидеть вот за меня. А он хотя бы поехал куда-нибудь. Подзаработал. А почему нет соцработника, я не понимаю? Соцработник есть. Но его обязанность прийти, приготовить, может быть, подмести немного и уйти. Это два раза в неделю. По часу-два. А почему именно вот так? Почему она не выводит Свету гулять? Когда соцработника давали и объясняли его обязанности, что он будет делать, я в это время был в армии. Поэтому я не знаю, что она обязана, но у нее есть перечень, который она выполняет. И там нет прогулок. В больницу свозить там, по-моему, такого нет. Четыре года назад Игорь пошел в армию, хотя и мог добиться отсрочки или совсем не пойти. Отслужил год и вспоминает об этом с удовольствием. Про армию давайте немного поговорим. Сейчас я людей молодых, которые про свою службу вспоминают как-то очень тепло, не очень много знаю, мягко говоря. Вы так говорите, как будто армия была для вас, ну, прям окном в какой-то мир. Ну да. Я его только увидел. Я увидел, как может быть. Немножко подразнило меня в армии. А где вы служили? И в каких войсках? В Подмосковье в связи. Это было с 19-го на 20-й год. Такого, что у вас были какие-то трудности, кто-то вас обижал? Ну, знаете, вот такое бывает. Нет. Сложности были только о том, когда я узнавал, что мама то оттуда уехала, то оттуда уехала. Она ездила туда-сюда и конечным итогом оказалась. Опять Воробьевка, где она сама, и каждый ее переезд давался сложно, отображался, конечно, на службе. А так все было прекрасно. А как вы жили, я не понимаю. Если вы с его 11 лет все время с ним, и он такой раз и ушел в армию. А как вы жили, где? Кто вам помогал? Ну, у меня дочь есть старшая. Она в другом селе. У нее двое детей. Ну, я поехала туда, и я там не смогла. Я еще нормально была. Опухолей у меня не было. И я приехала домой. Мамка со мной там была. И вот мы так. Она помогала, приезжала периодически. А я домой, домой, домой. После Абрии его встряхнуло, и меня вот довела до этих болячек. И его. Он, конечно, переживал. А когда еще узнал, что я уехала домой, и он переживал сильно. Держи. Спасибо. Помидор надо? Нет. Всего приятного аппетита. Спасибо большое. Слушайте, Игорь, мне не дает покоя ваше выражение лица. Это немножко не в рамках интервью, но на фотографиях из армии вы очень бодрый молодой человек. С щеками. И таким взглядом. Ну, не таким грустным, как сейчас. Давно вы такой грустный? После армии. После армии я прям взгрустнул. Да, мне в принципе говорят, что я постоянно такой какой-то грустный. Ну, вот прям вы просыпаетесь, и вам грустно? Угу. Засыпаю, просыпаюсь. А можно разделить заботу о маме с кем-то еще? Можно. Помогают многие. Помогает моя девушка, Помогают сестра, Помогают маминой сестры. Ну, грустно не от того, что мне сложно как-то. Мне не сложно. И мама что-то сама делает, и соцработник есть. В плане физического мне не сложно. Ну, морально сложновато. Потому что я постоянно дома, я... Ну, у меня нет, как бы, свободы. Свободы выбора. А вам себя жалко, Игорь? Да. Мне стало сильнее себя жалко, вот, после армии, как раз потому, что я увидел много своих ровесников, и увидел, насколько я отличаюсь от них. А, например, сравните. Например, каждый делает, что хочет. Он рассказывает про свои планы, он знает, что он будет делать, когда вернется с армии. Он знал, он рассказывает, что делал до армии. А мне нечего рассказать, не до, и я понимаю, что после меня будет ожидать то же самое. Я вернусь домой. И все продолжится. Вообще. Все. Лови, не знаю, а че. А че? Лови, не че, а че? А че? Че, че, а че? Теперь расскажите вашу сложную историю с жильем, чтобы наши зрители понимали, как вы снова оказались в Воробьевке, имея в виду, что у вас, кажется, была двухкомнатная квартира в Бутурлиновке, в городе. Да. Она долго стояла. Мы там пожили всего один год. Я там закончил 9 класс. Стало понятно, что там некомфортно. Сложно было. У меня возраст такой был переходный. Мне хотелось домой, где я вырос. Мне там удобней. Нет косых взглядов. Косых взглядов? В Воробьевке были все свои, а в Бутурлиновке появилось больше злых людей. А что делали или говорили злые люди? Я себе не могу этого представить даже. Вот был у нас случай. Мы вызвали такси. Надо было повезти маму в больницу. Мы выехали на коляске. Я оставил коляску на тротуаре, взял маму под руку и повел машину. Ну и пока я маму посадил, я оборачиваюсь. А таксист стоит возле машины, коляска возле машины, и он начинает доказывать то, что коляска покатилась и поцарапала ему бампер и просил возместить ущерб. Хотя мама никогда не вылазит с коляски, пока она не стоит на тормозах. Но денег вы ему дали? Да. Вызвали полицию, приехали, посмотрели, посоветовали не выбирать путь с судебными разбирательствами и пойти навстречу. Я оплатил ему, а потом, примерно через полгода, я увидел этого же таксиста и те же царапины там и были. Игорь, а вы говорите, косые взгляды. Были какие-то еще косые взгляды? Просто жестокости больше появилось в моей жизни. Ну в чем, в чем? Я вот просто пытаюсь понять, о чем вот идет речь. В Воробьевке нас везде пропускали. Нас знали все врачи, нас знают люди. В Батурлиновке мы могли сидеть в очереди, и нас никто не пропускал. Мам, сколько сахара? Одну. Одну? Чем лучше деревня, чем новостройка в городе для вас? Ну, я вообще деревенский человек. Я родилась в деревне и всю жизнь прожила. И для меня это была мука. В квартире никогда не выйти. На балкон выходишь, там как раз с одной стороны забра капала. И, короче, не подожать, ничего. Лучше было в деревне. Свежий воздух. Я вышла на крыльчика, посидела, отдохнула и все прочее. И вот мы себе купили этот домик. У тебя в деревне. А у вас, вот в вашем доме сейчас, который вы купили, там вообще сколько комнат, и какие у вас условия? Вот где у вас туалет, например? Комнаты две, туалет ближе к маме. Моя подальше. Ванна, туалет, отопление. Но сейчас у нас, правда, проблема с отоплением, потому что у нас растекся совсем котел. Нужно менять. Я люблю чертсад, я люблю фрукты всякие. Есть у вас двор, где посадить это можно? Да, вот он насаживает, он насадил, крыжовник посадил, красную смородину, малину, сливу. Начал немножко устраивать двор. В следующий раз вот пригласим на малиновое варенье. Ух ты. Ой, 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 ой. Где ты нашел такую дорогу? Тут вроде везде у вас свадь. Че я молчу? А ты че молчу? Я уже без чего переговорила. Да, здравствуйте. Здрасте. А с кем я поздоровал? С соседями. Да. Тут уже оно заходит, выходит, заходит, выходит. Света, расскажите нам, пожалуйста, про отца Игоря и Ксюши. Что это был за человек? Что с ним случилось? Что это за история? Отец Игоря был хороший. На работягам, домой, домой, домой. А он вот хотел, чтоб дома лучше че-то. Ну, а то было три годика ему. И он пошел к матери в другое село. И отчим его там вот прирезал. И он остался один. Игорек остался один. А мужчины больше на вашем горизонте не возникали? Нет, я сходилась. У меня был первый муж, Ксюша, у меня от первого мужа. А Игорек второго. И когда вот с Сережкой такое случилось с отцем Игоряка, и он первый вернулся. Ну, пожили 7 лет. Ну, выпивал. А потом, когда я заболела, это редко кому нужны. Женщины больные, больные. Женщины здоровые, красивые, нажми. Когда вы себе покупали что-нибудь? Что это было? Да не помню даже. Ну, вот, например, ваша рубашка. Это мне подарила Саша. И джинсы тоже. А часы? Это браслет. Тоже Саша. Ну, ладно, ну что-то себе вы же покупали. Телефон, например. Телефон два года назад. Пауза. Ну, ничего, не могу сказать. Не очень-то много денег в семье Трубниковых, мягко говоря. Ну, меня одевают очень часто родственники еще. Тоже. Помогают. Вас это огорчает? Очень. Очень огорчает, да. У вас есть машина? Есть. Но в очень плохом состоянии. Ломается постоянно. Ну, вот я хочу спросить, она на ходу или нет? Где-то вот упоминалось, что у вас есть старые Жигули какие-то очень древние. Эээ, Лада. Пятнадцатая у меня. Но она живая? Сейчас нет. А как насчет того, что Игорь не очень много может вам предложить? Ну, в силу того, что у них сложная ситуация, что с этим? Я просто это понимаю. Да и мне как бы ничего и не надо. С детства такое было, что я все хочу сама, я сама всего достигну. Вот. А тут как бы, ну, я ничего особо не прошу. Ну, а сколько вы свободный человек, я имею в виду, стоящий на собственных ногах? У вас есть собственные деньги? Или вы зависите от родителей? Отчасти от родителей. И я немного, пока училась, подрабатывала. Ну, то есть, как, мне особо тратить много не приходится, потому что я учусь на бюджете. А где, где вы учитесь? В Московском авиационном институте. Погодите, так вы, получается, хорошо в школе учились? Ну, да. Раз вы поступили в Москву, да еще и на бюджет. Ну, да. На программиста? Угу. Клумба. Основана в 1928 году. Ну, как карта школьная, только из камня. И клумба в виде бочки. На ней написано «Орабевский район». «Орабевский район» capabilities Xiaocki. «Ики шкири знали» милом. «Татая шумнечца». и она подсвечивается еще березовская солонецкая по мостику проедем а что саша говорит про все про это человек который увидел вашу жизнь со стороны взрослым что саша пытается меня тянуть пытается дать мне курсы пытается чтобы я учился чтобы я двигался а я не могу двигаться пока я не знаю даже что нужно произойти пока не будет человека который возьмет на себя ответственность постоянно сидеть просто отдать все свое время сидеть с мамой а если вы заболеете ну например у вас придумываю ротовирус болезнь не тяжелая но работа по нос и ничего делать нельзя и так несколько дней ну два что будет происходить будем болеть вместе так болеет только она будем болеть вместе никуда не пойдем все планы отменятся и будем сидеть дома лечиться доктор к ней надо можно вызывать к маме если нужно допустим больницу она совсем плохо обоим то тогда к маме приедет доктор с поликлиники на дом ну а как мне придется добираться у вас есть возможность будучи дома закончить какие-нибудь курсы работать тоже как-то дистанционно или это или это не из вашей жизни идея я пытаюсь саша так как она в этой сфере у нее есть доступ к информации к обучению она мне такую такую возможность предоставляет я пытаюсь но очень конечно сложно очень сложно без базы очень сложно понимается все то что вы хороший человек это понятно а насколько вы умный парень как вы думаете даже не знаю думаю не очень ну смотря с какой стороны плане знаний чего-либо думаю не очень в плане сообразительности думаю достаточно сообразительный мы много раз вообще смотрели куда бы он податься смог потому что он не очень хорошо ладит с математикой но хорошо что в эти сфере получается есть разные специальности даже если у него проблемы с математикой он может не стать супер классным программистом который разбирается там во всяких сложных штуках а сможет быть например тестировщиком или еще кем-нибудь там где математика особо не нужно поэтому очень долго решали куда бы он смог податься я нашла курс мы пытались с ним смотреть изучать язык но ему тяжело вообще он уже давно не учился он в принципе отвык учиться а вот а тут еще и как программирование с чем он вообще никогда дело не имел я старалась ему объяснять подсказывать не знаю вроде бы он хочет попытаться учиться игорю сложно но чем он занимается с удовольствием так это готовит но сделать это профессии как мечтал в детстве уже не думает ну вы готовите готовлю вы стали больше мочь как повар да думаю да что вы делаете нового солянка салаты курица шашлык мариную думаю многое тем более сейчас с интернетом когда есть все рецепты так так и так и что вас радует или кто что кто мама саша племянники с детьми очень хорошо лажу и они меня любят я их есть чтобы мы смогли вместе с мамой прийти к тому где у меня есть какая-то самостоятельность но мама при этом со мной потому что сейчас если мы говорим о том что я хочу что-то делать своей жизнью хочу возможно я отучусь возможно мне придется куда-то ехать она боится она говорит что я не по не поеду скорее всего потому что она боится всего этого вот у меня мечта чтобы возможно без опухоли это пройдет и она перестанет многого бояться пройдут возможно панические атаки и она последует за мной хочется расти конечно мечтаю что-то в своей жизни достичь кроме как ухаживать за маму какую-то плетку ой это икре она больше не помогает я сама найду а это и вот если бы у вас появились деньги чтобы это могло улучшить или исправить либо операция если бы нас врачи смогли убедить что кибер нож достаточно безопасен и не повлечет последствий серьезно то есть мы говорим про удаление вот этой опухоли в голове которая доброкачественная который в принципе можно прооперировать и она перестанет давить на те центры которые не дают двигаться правой руке и мешают и мешают речи работа с психологами я думаю помогла бы есть сильно а вам мне бы тоже и сиделкам тоже помогло и вы бы тогда могли бы немного учиться я бы думаю сразу бы поехал куда-нибудь заработать работать попробовать поработать параллельно возможно получится совмещать с учебой чуть-чуть там по два часа что-то учить работать ну мы не про не просим мама очень плохо относится просить помощи и я точно как вообще вы ее уломали она не видите вы же мне говорили что она прям вот в ни в какую вот она не хочет вот не дай бог вот это вот еще денег подумают мы просим нет 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 да и вообще а как вообще она согласилась я объяснил что мне очень-очень тяжело мне хочется поработать пожить что если нам не помогут боюсь что уведет меня может быть куда-то не туда вот объяснил и она поняла и согласилась вам не приходило в голову что у вас депрессия приходила она приходит уходит бывает бывает хуже бывает легче бывает накрывает могу покричать могу поругаться бывает не выдерживаю и вы же не хотели разговаривать не хотели же интервью давать как вы решились что сыграло роль почему вы согласились не знаю Игорь надавил наверно честно не хотела прошлом году и за грани писали это к игрику обращалась я отказала газета наша я отказала я говорю я в таком состоянии не хочу чё-то чё ты мам вдруг помогут вдруг на операции вдруг лучше станет и вот я согласилась но не хотела не хотела что это нормально что нас proceeded но доктора подпис Cuban 有 defense чтобы Вообще вы оптимистка или пессимистка? Где-то, конечно, оптимистка. Я осталась без двух ног 42 года. И сразу же, через сколько, я слепла. Я всё это выдержала. И у меня тут есть, ходят ко мне подружки. Они говорят, это наше солнышко. Она всегда улыбается. Это я сейчас что-то немножко взроснула. У вас есть какая-то мечта? Конечно, есть. Чтобы моя рука хотя бы работала. А то глаза уже не берёшь. Я привыкла так жить. А рука... Плохая. Я ничего не могу делать. Ещё одна маленькая. Ещё одна маленькая. Я не верю, что девочка, которая учится в Москве на бюджете и уже 4 года с молодым человеком рядом, плюс-минус, не имеет представления о будущем. Какое-то дано у вас есть, даже если краткосрочное. Озвучите, пожалуйста. В мечтах мы, конечно, хотели бы, чтобы Игорь смог уехать, начать работать, забрать его маму, когда уже будет понятно, что он может работать и жить вместе, работать. Игорь, а что вы понимаете, что, исходя из вашего жизненного опыта, в жизни главное? Семья и здоровье. А есть такая вероятность, что вы всё-таки оставите маму на помечении каких-то медицинских работников дома инвалидов, дома престарелых? Думаю, нет. Почему? Потому что она очень тяжело. Я рассчитываю это как предательство, что ли. Что я её предам тогда. Заберу её от неё в дом. Точно такую же ей свободу, которая её свобода. Нет. Не отдал бы. Не отдал бы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok